Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос Алину. Давайте его разберем. Пишите вы про отсутствие стресс. Пишите вы про то, что каждый из вас ожидает большего и пишите вы про то, что в целом человек для вас, по крайней мере, именно тот, о ком вы мечтали в детстве в качестве принца. Пишите вы также то, что вам не нравятся какие-то вещи, которые он делает и кажется, что человек недостаточно много вам отдаёт. В том же, например, секс. Вот, как мне кажется, основные моменты вашей проблемы. Первое. Это то, о чем вы мечтали в детстве. Ну, надо сказать, что то, о чем человек мечтает в детстве, совершенно необязательно. должно в таком же виде реализовываться во взрослой жизни. А во-вторых, ну, возникает вопрос, да, ну хорошо, в детстве вы мечтали о принце. Как-то получилось, что вы это пронесли сквозь свою взрослую жизнь и получается, что вас сейчас та самая маленькая девочка выбрала этого молодого человека, при том, что вам взрослый он уже подходит не совсем. И вы с ним только получается потому, что это тот, о ком вы мечтали в детстве. Я понимаю, что, скорее всего, вы со мной не согласитесь, но выглядит это именно так. То есть, я хочу сказать, что в детстве каждый из нас мечтает о принсе, о принцессе, вот, но человек вырастает, и мечты, они становятся более реальными. И если сейчас вы хотите вынуждаетесь в таком же человеке, что и тогда в детстве, то я боюсь, что это уже вопрос ваших взаимоотношений с родителями и самой собой. Потому что, если вы нуждаетесь в определенном человеке, нуждаетесь в нем настолько сильно, что готовы пренебречь совершенно очевидными нюансами, то это вопрос вашей нуждаемости, вашей потребности, это вопрос вашей негармоничности внутренней и, соответственно, как результат невозможности в полной мере отдавать и принимать то, что дает другой человек. Следующее. Вам не нравится то, как и что делают мужчины, ему не нравится, как и что делаете вы, и вы нашли выход в том, чтобы, значит, выписывать это в какие-то решения. Ну, во-первых, здесь нужно сказать следующее, что здоровые эмоциональные отношения выстраиваются на принципе безусловного принятия партнера, таким, как он есть. У вас этого безусловного принятия, судя по всему, нет. Если подобного безусловного принятия нет, нельзя говорить о любви. Если нет любви, то рвется нет и страсти. Как вывод, здесь напрашивается именно направление в сторону безусловного принятия, то есть отказать попыток человека поменять, отказать попыток сделать так, чтобы человек поступал именно так, а не иначе, и принять, либо не принять, то, кем является каждый из вас. Решение о том, чтобы делать как-то по-другому, да, и, ну, это выглядит как очень рационалистичный подход к отношениям. И кому-то он подходит, кому-то нет, но в целом это уже уход в сторону отношений по расчёту. Вам решать будете ли вы в таких отношениях или нет, но страсть в таких отношениях вряд ли, вряд ли может быть, потому что страсть это чувства, вот, это импульс, это порыв, это спонтанность. А когда вы выписываете какие-то вещи, это не порыв, не страсть и не спонтанность. Дальше. То, что вы ждёте от человека, и, в частности, ждёте от секса и так далее, и так далее, есть ожидания, но ожидания – это лично ваша ответственность каждого из вас. Ожидания не имеют ничего общего с партнером, ожидания – это только ваша субъективная история. Ожидания – это ваши переживания, это ваши потребности, вопрос заключается в том, в чём вы нуждаетесь и какую проблему вы пытаетесь объяснить через ожидания. Например, у меня возникло ощущение, когда я читал ваш текст, как вы описываете, вот, своё восприятие того, что делает для вас молодой человек. Лично я, лично у меня появилось ощущение, что вы как будто бы не чувствуете себя, ну, не знаю, любимой, значимой, влажной для человека. Как будто бы вы не чувствуете, что, вот, как будто вы, вас задевает, что, по вашему мнению, мужчина не отдаёт вам, вот, ну, столько, сколько вам бы хотелось. И когда этого не происходит, вы чувствуете себя как будто бы оскорблённый, униженный, задетый и прочее, прочее. Вот такое у меня ощущение, ощущение есть. Вот, я не уверен в том, что это правда, я не уверен, конечно, в том, что вы со мной согласитесь, скорее всего, нет, но… Речь идет об этом. И мне кажется, что у мужчины ваш, он точно такой же. Понимаете? То есть, вы, мечтая о принце и пытаясь этого принца получить для себя, для реализации своих желаний, своих потребностей, выбрали себе такого человека, который точно так же, вероятно, мечтал о принцессе и хотел его получить для реализации своих желаний, своих потребностей. Только вот в отношениях не реализуются свои желания и потребности, в отношениях реализуются потребности и желания другого человека, если это, конечно, любовь. Ну, вот, как бы, здесь есть такое противоречие. В принципе, на этом можно и закончить. То есть, как бы, ответ на ваш вопрос, как возрастить страх, заключается в том, чтобы двигаться в сторону принятия другого человека, принятия полностью. Или понимание того, что полностью принять не получится. Только в этом случае, в случае безусловного принятия, можно выстроить отношения на страсти. Это первое. Второе. Ну, вообще-то говоря, страсть сама по себе проходит. И это нормально. Отношения вступают в более спокойную, наверное, стадию. И здесь нужно определить, что вы понимаете под страстью, какие у вас они представления, можете ли вы сами поддерживать ее. И, ну, вообще-то, тот ли у вас партнер, который может страсть выражать так, как вам хочется. То есть, есть страстные люди. Но эти страстные люди обладают определенным темпераментом и представляют из себя определенный тип личности. Ваш мужчина может быть не таким. И, в принципе, не способен выражать ту страсть, которую вы хотите. Если у вас принципиально в отношениях должна быть страсть, ну что ж, в таком случае вам этот мужчина не подходит. Если вы хотите быть именно с этим мужчиной, то необходимо двигаться в сторону принятия себя. Принятие его, 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 его. Но по общему правилу, исходя из своей практики, могу сказать, что если человек не может принять другого, да, безусловно, он, скорее всего, не принимает себя. И чувствуется вот в вашем сексе, да, какая-то тревожность, напряженность и так далее. То есть, например, вы говорите, что вот у меня в отношениях с мужчиной страсти нет, а я боюсь, что не сдержившись и изменю. Ну, извините. То есть, получается, что сексуально вы удовлетворены. По крайней мере того, что вы не удовлетворены сексуально, вы не пишете. Но вам не хватает страсти. Соответственно, интенцией к изменению здесь является отсутствие страсти. Получается, если вы измените, то измените для того, чтобы почувствовать страсть. Но страсть – это означает что? Что вам хотят отдавать. Желание почувствовать, что вам хотят отдавать и отдавать много – это желание почувствовать себя любимой, важным. И вот ваша проблема, вероятно, в том, что вы не чувствуете себя важным. Что вы сомневаетесь в том, что вы важны. И для вас получается, что если к вам человек не проявляет страсти, то вы не важны. Если вы не проявляете страсти к человеку, то он для вас тоже не важен. Хотя на самом деле дефиниции здесь совсем другие. И тем терминологическим набором, который я озвучил, не ограничиваются. А наоборот, как бы существенно объединяются. Вот. Поэтому есть, есть нюансы, на которые нужно обратить вам свое внимание. Как мне кажется. Итак, давайте теперь разберем наш текст. Значит, вопрос про страсть в отношениях. Мы встречаемся в третий год, отношения разрывать не хочу. Ну, смотрите. Здесь, что примечательно. Вы, скорее всего, говорите про сами отношения, но не про человека. То есть, вообще-то говоря, я рекомендовал бы вам определить, вам что важнее, человек или отношения. Насколько вам вообще важен человек, сам человек. Насколько вы видите и воспринимаете личность того, с кем вы встречаетесь, проводите время вместе, занимаетесь любовью и прочее прочее. У меня есть стойкое ощущение, что как личность своего мужчину вы не воспринимаете. Принимая вы его как личность, воспринимая, точнее, вы его как личность, вы бы волей-неволей пришли бы к тому, что либо приняли его, и у вас было бы все хорошо, у вас была бы гармония, либо вы не приняли его, и вы бы достали. Потому что, ну, если приводить такой довольно, наверное, примитивный пример, да, то, допустим, я люблю, к примеру, я люблю носить красный пиджак. Допустим. Вот я мужчина, который носит красный пиджак. Это пример, на самом деле это не так. Мы с вами встречаемся, и вы видите, что я носил красный пиджак. Воспринимая меня как личность, вы понимаете, что мой выбор столь нетипичный для мужчины, значит, вот красного пиджака, там, проистекает, там, из тех, тех, тех моментов. Вы понимаете, что я такой, вы понимаете, что это мой выбор, вы уважаете меня за мой выбор, допустим, но вы также осознаете, что вы не можете это принять. Вы не можете это принять. В вашу картину мира, сложившуюся, потому что вы взрослый человек, не вписывается мужчина в красном пиджаке, просто. И вы говорите, Андрей, извини, как бы, ну, ты классный, но ты мне не подходишь. Всё. Вот. То есть я тебя уважаю, я тебя ценю, но ты мне не подходишь. Потому что понятно, что дело не только в красном пиджаке, дело в определённых взглядах моих, и вам это не подходит, вы не можете это принять. И в этом важно себе признаться. Когда вы говорите про отношения, у меня есть сразу подозрение, у меня сразу возникает подозрение, что вы не говорите про человека самого, а говорите про отношения. А момент в том, что отношения без людей невозможны, отношений нет, люди есть, отношений нет. А говорите вы про отношения, про то, чего нет. А говорить нужно про людей. Про себя и про своего мужчину. Знаете, какая штука. А это вами обесценивается, потому что, ну, мне не нравится, мне хочется по-другому. Понимаете, какая история. И вот ощущение, что вы пытаетесь отношения вытянуть. А ощущение, что вы тянете отношения, что вы их прям насильно тянете. Ну, это то, что называется отношения к просчёту. Только в отношения к просчёту люди получают что-то за то, что они в отношениях. Вы же не получаете ничего. Ну, кроме того, что вот лично у вас детский образ своего принца совпадает с мужчиной, с которым вы сейчас встречаетесь. Дальше. Он тоже, но я продолжать так не могу. У нас нет страсти. Ну, смотрите, вы говорите, говорите. Не хочу разрывать отношения, я продолжать так тоже не могу. Это позиция жертвы. Вам не понравится, потому что вы ведёте себя не как жертва, и, скорее всего, вы не согласитесь, но это позиция жертвы. Точнее, это позиция психологической игры «Да, но». Можете изучить её в интернете, она есть. То есть я не хочу и так, и не хочу так. В итоге выхода нет, я в каком-то невесомом нахожусь состоянии. Вот. Помогите мне. При том числе продолжать отношения я не хочу, но и разрывать их тоже не хочу. То, что одно исключает другое, ну, в данном случае не важно. Ведь если люди отношения не продолжают, то они их разрывают. Если люди не разрывают отношения, они их продолжают. Но только вы можете не хотеть и разрывать отношения, и продолжать их тоже. То есть вы не можете сделать выбор. Если человек не может сделать выбор, это значит, что он не хочет брать на себя ответственность. Личную ответственность. Боится. Личной ответственности. У нас нет страсти, пишите вы. Что вы понимаете под страстью? Далее вы раскрываете, но здесь я хочу задать вопрос. Что вы понимаете под страстью? Вот. Как вы понимаете страсть? Почему вам это так важно? Его все устраивают, он не видит проблемы, по его словам. И это нормально. А вы видите проблему, это тоже нормально. Но как видите, это принципиальное различие. Для меня это важно. Чем? Он понимает, что для меня важно, поэтому старается что-то сделать. Я тоже. Видите, вы перекладываете ответственность. Вам важно, но ответственный другой человек. Ответа проблема. Мне все его старания кажутся смешными. Немного раздражает, что не использует или не понимает инструкцию. Уметь для решения проблемы. Договорили записать все, что ему нравится. Не нравится. Что-то как своровать инструкцию. Это была его идея. Ну, об этом я говорил. Это элемент отношения по расчету. Второе. Вас раздражает, если вы не принимаете то, что делает человек. Два. Третье. Раздражение. Это вот какое-то такое... Лично... Вас лично задевает то, как делает этот мужчина. Вот. Дальше. Боюсь двух вещей. Мадоест ему своими нет. Не отменялся еще не страх. Или давай решим. Ну, здесь прослеживается... Прослеживается... Ну, помимо того, что это страх, да. Это угроза. Это незрешенность личная. Ну, здесь некое обесценивание. То есть, я ему боюсь надоест. Я боюсь, что он меня бросит. А с другой стороны, я его не принимаю. Понимаете? То есть, я и одна остаться боюсь. Он боюсь, что меня бросит. И я его не принимаю. То есть, вообще-то, это очень... Ну... Сильная зажатость ваша духовная, я бы сказал. Запрет на отношения. Так это выглядит. Дальше. Так как он, в принципе, старается, хотя верует, что и так все хорошо. То есть, он старается, по сути, только ради вас. Он воспринимает это как ваш каприз. Вот. А вы, соответственно, это воспринимаете, может быть, так же, но в меньшей степени. Но все равно ответственность за то, что не хватает вам, вы перекладываете на человека. Это то же самое, как если бы вы, например, пришли из семьи, где люди идеально умеют готовить стейки, и начали бы требовать от меня готовить вам стейк. Я бы вам его приготовил, он оказался значительно хуже того, что готовили в вашей семье, и вы бы требовали от меня делать стейк так же хорошо, как в вашей семье. Ну, это немножко смешно, потому что я не ваша семья, и готовить стейк как в вашей семье я не могу. Я могу готовить стейк по-своему, но вам это не нравится, или вы принимаете мой уровень готовки стейка, либо нет. Вот и все. Здесь же вы пытаетесь, что называется, дотянуть человека до своего уровня. Это так не работает. Дальше. Так, на совместную консультацию тоже согласился, кроме того, что всегда откладывает по причине языкового барьера. Говорит, будет только на родном языке, а мне тоже на родном удобно. У нас и общий язык для обоих и на странах. Ну, я думаю, что мужчина не хочет только консультироваться, если бы хотел, уже начал бы время. И проконсультировался бы один, потому что, в принципе, консультация идеально начинается. Когда один человек консультируется, потом мы можем, в принципе, вместе обратиться. Боюсь не выдержать чего и изменить ему. Зачем? Что не есть хорошо? Или я в это верю? Что вообще такое хорошо, а что плохо? Что такое вера? Вы говорите в веру. Расставаться не хочу, так как испытываю к нему сильные чувства. Какие? Вы описываете чувства раздражения, непринятия. Какие чувства? У него есть все качества, о которых мечтал в детстве. А вы задумывались о том, как получилось, что вы о каких-то качествах другого человека мечтаете? Ну, в детстве? Понятно. А почему для вас это сейчас актуально? Вопрос. Ну, принц, это идеализация, то есть вы идеализируете человека, а реальный человек вас разочаровывает. Заботливый, любящий, при этом волевой, сильный и уверенный. Ну, опять же, все выглядит так, как будто вы хотите переложить ответственность на другого человека, на себя. При том, что вам нужна защищенность и при том, что, судя по тексту, вы сами достаточно такой человек, который способен за себя постоять. То есть я бы его не назвал. У вас мягко и так далее. Но вам нужен. Вам нужен мужчина, вот, на которого вы перекладывали ответственность. Это история из детства. Это первое. Второе. Воля, сила и уверенность – это качества, которые, ну, мягко говоря, понижают уровень страсти у человека. Не всегда, но понижают. Потому что страсть – это увлеченность, а воля, сила, сила и уверенность увлеченности мешают. Что сделать, чтобы сохранить отношения? Вам разобраться в себе. Про сюрпризы и прочее прошу не писать по одним причинам. Ну, когда человек пишет клиенту, то просит про что-то не говорить или что-то не писать – это уже начинается игра в да-но. Опять же, изучить эту игру. Повторюсь, вам скорее всего не понравится, но это не значит, что это не так. Говоря страсть, я имею в виду не только секс, но взгляд сломает действие. То это понятно. Вопрос в том, что это для вас значит. Попробно мы друг другу описывали, что это для нас значит страсть. Ну, вот вы бы описали здесь, что для вас значит страсть. Не с точки зрения действий, а с точки зрения вашего восприятия. Вашего восприятия. Дальше. Работает, если говорить про секс, но не могу. Я это все время применяю. Так это обмен энергиями. Мы должны как принимать, так и отдавать. Не совсем так. Точнее, здесь все более расплывчато. Да, в сексе важно хотеть достать удовольствие партнеру, но в то же время не забывайте про свое удовольствие тоже. Что-то немножко не так работает, как должны принимать или отдавать. В этом и проблеме я считаю, что достаточно тоже отдает, мне так не кажется. Ну, так это ваша проблема, что вам не кажется, что человек дает вам недостаточно. Проблема это ваша. Вам чего-то не хватает. И вы не принимаете того, что есть у другого человека. Потому что вам этого недостаточно. Ну, это не значит, что человек должен меняться. Действовать как-то по-другому. Потому что действуя по-другому, человек перестает быть самим собой. Это важно. Это очень важный наш момент. Дальше. Также мне не нравится то, как именно он целует, например. То же самое во всем. Но, опять же, это не принятие партнера. И это то, о чем я говорил сначала. Приглашают в ресторан, но не таким образом, как мне нравится. Так, а он и не сложен. Люди приглашают так, как они делают. А не так, как нравится вам. Понимаете? Вы под себя подстроить человека пытаетесь солимно. Это так не работает. Так. Не говорите, пожалуйста, про то, что я мамочка и указ. Он написал то же самое. И что? Тот факт, что я написал то же самое. Как бы означает, что вы не мамочка и не указываете. И не указываете. Ну, странная на самом деле корреляция. Вы действительно здесь выступаете как родители. Но не как родители. Понимаете? Вы здесь выступаете как ребёнок. Это действие ребёнка. Это действие именно ребёнка. А не мамочки. Мамочка. Она по-другому себя ведёт. Так как время от времени мы выписываем или проговариваем друг другу. Как именно. Что именно. И когда нам нравится. Ну и опять же повторюсь. Повторюсь. Это рационализация. Регламентирование. И рефинирование отношений. К страсти. Это вообще никакого отношения напрочь не имеет. Вот. И наоборот. Страсть это ещё больше только нивелирует. Так. Было ли в начале страсть? Да. Было. Секс был не очень. Не в начале. Но намного лучше чем сейчас. А всё значит не очень. Опять же. То есть. Секс к сексу. Тоже здесь. У вас. Отношения. Свои обратные. Где-то после пары месяцев отношений. Мы признали друг другу. Что ожидаем большего. В плане физической близости. Так. Ага. Вопрос. Если вы. Если вы. Ожидаете большего. И если вы не можете дать этого большего. То есть. Если вы не видите прогресса. То подходят ли вы друг другу? Ну. То есть. То есть. Это нормально. Что. Иногда. Ожидания не нападают действительности. Это нормально. Что. В некоторых случаях. Человеку бывает сложно. Отказаться. От своих ожиданий. Такое тоже бывает. Но. Вопрос заключается в том. Может ли. Человек. Эти. Ожидания. Оправдать. Без. Ущерба для себя. И без. Потери. Своей. Индивидуальности. И. Может ли. Другой. Человек. Эти. Ожидания. Воспринять. Как. Ну. Я бы сказал. Необязательно. 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 С тех пор. Вошла привычка. Кхм. Выписывать. Эээ. И. Все по списку. Друг другу. Говорить. Выставлять. Нарешение. Но это рационализация. Еще старые страсти. В таких условиях. Уходят на путь. Эээ. Так. Какое-то время. Все что положительно динамики. Становилось лучше. В какой-то момент. Примерно через полгода. Роста становятся. А потом вообще нас пошел. Ну. Вы знаете. Эээ. Я могу. Эээ. Сказать. Вам. Эээ. Здесь то. Что. Эээ. Такое ощущение. Что вы озабочены. Не столько. Самим человеком. Да. Сколько именно. Опять же. Отношениями. Ростом. То есть. У вас цель. Эээ. Не. Человека. Например. Сделать. Эээ. Счастливым. А. Эээ. Чтобы. Развивались. Отношения. Вот. Чтобы. Чтобы. Рост был. И так далее. Это очень интересная. Интересная направленность. Вот. Причем сначала секс. Потом стресс в целом. А вот отношения. И наши отношения. К серьезности наших отношений. В целом наоборот. Улучшил. Но это. Эээ. Более такой. Социальный элемент. Не имеющий. Ничего общего. К. Самому человеку. И. Партнеру. К сожалению. Эээ. Это просто. Серьезность. Но это еще и. Социальное. Какое-то такое. Социальное обязательство. Вот. Эээ. Еще раз повторяю. К человеку это отношения не имеет. Это вообще больше. Эээ. Ответственность. Перед другими людьми. В частности. Перед. Родителями. И так далее. И так далее. И так далее. Чем больше этой серьезности будет. Тем. Эээ. Меньше. К сожалению. Будет. У вас. Страсти. Страсти. Вот. Что делать. Решать вам. На этом все. Я надеюсь. Что помог вам. И как. Какую-то. Эээ. Пишу. Для. Размышлений. Я вам. Дал. Я. Желаю вам. Всего. Самого. Доброго. Не отказывайтесь. ни от чего. Вопрос в вопросах решения проблемы. И приготовьтесь к серьезной работе над собой. Просто.